Их задача охрана порядка и обеспечения общественной безопасности. За патриотическое воспитание молодого поколения памятные награды Куйбышев запасная столица получает командование Самарского соединения войск национальной гвардии, личный состав и ветераны внутренних войск. Вручение Самарскому соединению войск национальной гвардии России памятного знака Куйбышев запасная столица приурочили к дню воинской славы, дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Курской битве в 1943 году. Воинская часть 55-99 – одна из старейших в стране. Она была создана в декабре 1918 года. А в годы войны около 1200 военнослужащих из состава части ушли на фронт. В победу на Курской дуге огромный вклад внесла и запасная столица. Большинство штурмовиков Ил-2, участвовавших в сражении, были сделаны в Куйбышеве. Каждый второй снаряд был начинен взрывчаткой, произведенной в Щипаевске. И запасная столица в военное время была под защитой. Здесь же выполняли свои боевые задачи и воины возникновения этой дивизии внутренних войск, которые, помимо того, что отправили свой ющий состав непосредственно на фронт, здесь, в Куйбышевской области, выполняли задачи, связанные с обезврежением диверсионных групп, с обеспечением режима военного положения. Эти страницы истории нельзя забывать. Ветераны и военнослужащие своим примером чести и мужества воспитывают новое поколение. Награду от правительства региона выручили в торжественной обстановке, но в соответствии с уставом. Это действительно праздник. И такие праздники должны быть. Они сплачивают, они воодушевляют личный состав. И, конечно, каждый из них еще с большей ответственностью будет подходить к решению тех задач, которые стоят перед частями. В год 75-летия со дня присвоения Куйбышеву статуса запасной столицы памятные знаки будут вручены 100 тысячам жителей Самарской области, ветеранам и тем, кто сегодня занимается патриотическим воспитанием молодежи. Марина Кравцова, Сергей Баскин. События.